Мы сегодня будем обсуждать психические расстройства при ковиде-19 Будет выступать доцент Анна Яновна Басова Она у нас уже как-то выступала давно, в 2020 году, летом, когда только-только это все начиналось Мы ее позвали, и она нам рассказывала тоже про психические проблемы Ну вот сейчас уже, наверное, материала стало побольше И я надеюсь, что это будет более разносторонний рассказ Пожалуйста, Андрей Павлович Добрый вечер! Добрый вечер! Я выключаюсь, а вы уже без меня Спасибо большое! Добрый вечер, уважаемый Павел Андреевич! Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги! Спасибо всем, что, несмотря на мерзкую погоду и это время Все-таки нашли немножечко времени оторваться от повседневных дел И поговорить о том, что происходит с психическими расстройствами в период пандемии Собственно говоря, действительно Павел Андреевич правильно напомнил Что в начале пандемии летом 2020 года мы уже немножечко эту тему обсуждали И, возможно, отчасти мои слайды, может быть, даже будут отчасти пересекаться с тем, что было тогда Но сейчас данных появилось гораздо больше И данные эти, к сожалению, совершенно-совершенно не обнадеживающие Но прежде чем мы, собственно, будем говорить о психических расстройствах в период ковида Буквально пару слов Прошу прощения у коллег-психиатров, которые все это знают, если они есть И прошу прощения у всех, кто хорошо помнит наш институтский цикл психиатрии Но, тем не менее, все-таки это важно в плане того, с чем мы будем говорить дальше Итак, современная медицина, она строится на биопсихосоциальном подходе То есть, с одной стороны, мы учитываем биологические факторы В любой интерпретации этих биологических факторов Начиная от биологической предиспозиции или почвы для развития различных заболеваний И кончая там особенностями действия конкретного вируса, бактерий и тому подобное Мы учитываем психологические факторы, потому что даже не в психических, а в чисто соматических заболеваниях От психического склада человека, от его реакции на болезнь, от его поведения в период болезни Зависит крайне много для того, для его будущего и для лечения И мы, естественно, не можем не учитывать социальные факторы, поскольку от социума в нашей жизни очень много чего зависит И психиатрия, она наиболее близка к биопсихосоциальной модели Потому что здесь ни один из этих факторов мы не можем исключать И все они имеют важное значение Тут невозможно выделить ключевой фактор Особенно это четко видно, когда мы говорим о таких ситуациях, которые мы наблюдаем сегодня С ситуацией пандемии, ситуации вируса, своеобразного вируса крайнего И еще одна штука, о которой я бы хотела напомнить Что все психические расстройства, собственно говоря, делятся на три группы В зависимости от того, откуда исходит воздействие, влияющее на психику Мы можем наблюдать психические расстройства, которые развиваются в результате непосредственного поражения головного мозга То есть страдают нейроны, страдают синапсы, страдают клетки, собственно, серого вещества или клетки нейроглии Нарушается снабжение сосудистой и так далее Возникают экзогенно-органические заболевания Огромный пол болезней, которые в большей степени лечат неврологи, чем психиатры Психиатры обычно разгребают последствия отдаленные С которыми мы все сталкиваемся, в какой бы сфере мы ни работали Мы все имеем дело с пожилыми пациентами с синильной деменцией или с Альцгеймером Мы все имеем дело с пациентами с зависимостями, с тем же алкоголизмом Мы все имеем дело с травматиками и тому подобное, сосудистыми больными Вторая группа болезней – это то, что идет от социума Болезни социально-стрессовой природы Это те ситуации, когда психотравма или болезненная, или критическая, или кризисная ситуация Вызывает нарушение психической деятельности И здесь в дело вступают психологи, психотерапевты и психиатры, когда ситуация совсем сложная Ну и наконец, те заболевания, которые связаны с наследственной предрасположенностью Которая формирует определенную хрупкость, уязвимость психики Это эндогенные заболевания, которые возникают внутри И мало зависят и от стрессовых факторов, и от экзогенно-органического поражения головного мозга Но во всяком случае не на нашем уровне знаний Это шизофрения и барр, это, собственно, психиатрические проблемы Что же происходит, когда у нас воздействует какой-то массивный фактор Например, COVID-19 По современной статистике, по тем обзорам, которые существуют уже сейчас В общей популяции распространенность депрессии выросла до 20%, тревожных расстройств до 35% А вот среди переболевших COVID-19, те или иные психические расстройства обнаруживаются у 95% людей То есть почти все люди, переболевшие COVID-19, испытывают те или иные психические нарушения Из чего они складываются? Складываются они из трех групп нарушений Первая группа – это органическое поражение головного мозга А вторая группа – это влияние социально-стрессовых факторов Здесь оно неоспоримо и очень большое И третья группа факторов, которые влияют на психическое здоровье у больных, перенесших коронавирусную инфекцию Это ухудшение течения хронических психических заболеваний Кстати, не только психических, но и соматических Это очень хорошо видно, особенно в тех случаях, когда мы каким-либо образом связаны с большими психиатрическими стационарами В которых в период COVID появились обсервационные отделения На Москве это, например, Алексеевская больница, у которой огромная обсервация В детской практике это центр Сухаревой, где я работаю, где тоже обсервационное отделение И там абсолютно четко видно, как у людей, перенесших COVID, даже в бессимптомной форме ухудшается течение основного заболевания Не знаю, насколько это справедливо для соматики, а вот для психиатрии это именно так Итак, что происходит с органическим поражением головного мозга Когда мы говорили летом, как раз основное, на что я делала тогда упор Это на всевозможные социально-стрессовые факторы На реакцию личности на болезнь и на те, по сути, психогенные расстройства Которые возникают при COVID под влиянием социально-стрессовых факторов Оказалось, что дела обстоят гораздо хуже, чем мы думали И COVID-19 обеспечивает нам не только массивный психотравмирующий фактор Но еще и органическое поражение головного мозга Причем органическое поражение головного мозга он обеспечивает на трех основных уровнях Но опять же здесь определенное суммирование мета-обзоров И обзоров, которые я нашла на Пабмеде И собственных наблюдений за больными, перенесшими COVID-19 Но наверняка эти данные неполные, будут еще дополняться Итак, у вируса SARS-CoV-2 оказалось прямое воздействие на ЦНС Причем это прямое воздействие на ЦНС происходит двумя путями Первый путь это вот та самая наша Ана СМИ, которую все мы, кто перенес COVID-19 Хорошо запомнили как одно из очень неприятных ощущений Это ретроградная нейрональная диссеминация Это калька с английского То есть распространение вируса по проводящим путям От обонятельных клеток и в центральную нервную систему То есть прямое такое восходящее действие Оказалось, что трудность вируса к ангиотензин, превращающему ферменту Имеет значение для центральной нервной системы Поскольку этот фермент у нас имеется далеко не только в альвеолах Но и в клетках ЖКТ, но и в ЦНС, причем в большом количестве И точно так же, как вирус связывается с альвеолами Он может связываться и с нейронами, и с клетками глии В том числе с астроцитами, с олигодендроцитами и с другими клетками глии И поражать эти клетки, вызывая очаги воспаления До уровня менингоэнцефалита и менингоэнцефалита Дело доходит редко по литературным данным А вот микроучастки воспаления и, соответственно, гибели последующих клеток Имеются в подавляющем большинстве случаев Второй способ, которым наш вирус действует на ЦНС Это вирус проникает через поврежденный гематоэнцефалический барьер Причем проникает весьма активно, тоже обеспечивая участки воспаления Что мы получаем в результате? Мы получаем воспалительный процесс в головном мозге Если мы получаем воспалительный процесс в головном мозге Мы должны быть готовы расхлебывать те последствия Которые принесет за собой этот воспалительный процесс Об этом мы поговорим еще чуть-чуть дальше Это первое Каким образом наш SARS-CoV-2 обеспечивает органическое поражение головного мозга И экзогенно-органические заболевания Второе Само по себе тяжелое течение ковида приводит к поражению ЦНС Это гипоксия Это поражение ЦНС при длительном пребывании на ИВЛ Это вещь хорошо описанная И еще задолго до появления ковида Это микроциркуляторные нарушения в связи с микротромбозами Это всевозможные тромбоэмболии Это инсульты Это в конце концов влияние на ЦНС Измененные последствия изменения микрофлоры после приема антибиотиков Это вторая группа нарушений ЦНС Такие макро нарушения большие Ну и наконец последнее, но отнюдь не на последнем месте Это поражение ЦНС под действием лекарственных препаратов, которыми лечат ковид Практически все, чем лечат ковид Для всех этих препаратов Описано воздействие на психику Если мы говорим про употреблявшиеся активно в самом начале ковида Антималярийные препараты То они существенно повышают риск развития депрессии Интерфероны Для них описаны и риск развития депрессии И суицидальное поведение Но про кортекостероиды Не оно всем известно Это препараты, которые Из препаратов соматической сферы Одни из самых Сильно влияющих на аффективное состояние Провоцирующие развитие Самых разных аффективных расстройств То есть вплоть до описанных для кортекостероидных препаратов Биполярных нарушений Понятное дело, что Применение кортекостероидов Не может вызвать бар Но спровоцировать Обострение имеющейся симптоматики Или же если были до этого Субклинические проявления Ну, например, кажется, плотиемия Перевести ее в клинически выраженную форму Это достаточно хорошо описано И так практически для всех препаратов И для противовирусных И для всех Насчет моноклональных антител Не знаю Толком информации пока что нет Слишком новая группа препаратов Но, тем не менее, думаю, для них найдется Таким образом Головной мозг страдает со всех сторон Что мы получаем в итоге? В итоге получаем мы то Опять же, прошу прощения для коллег Что я буду повторять, наверное, азбучные в чем-то истины Мы получаем то, о чем еще В начале 20-го, конце 19-го века Писал Карл Бангёфер Когда он говорил об экзогенном типе реакции Позволю себе напомнить Что это была достаточно интересная история Конца 19-го, начала 20-го века И знаменитый спор Крепелина с Бангёфером Эмиль Крепелин Тот самый отец-основатель шизофрении Он отстаивал точку зрения Что каждая вредность Которая воздействует на головной мозг Вызывает свое психическое расстройство Свою картину болезни Которая зависит по большей части От возбудителя Бангёфер отстаивал прямо противоположную точку зрения Он говорил о том, что Независимо от возбудителя Мозг отреагирует на вредности Определенным способом И каким способом он отреагирует Зависит от почвы То есть от состояния головного мозга На момент воздействия вредности Ну, грубо говоря, если у этого человека Уже было органическое поражение головного мозга То реакция будет одной Если не было другой И так далее Для немецкой психиатрии Из которой во многом вышла отечественная Победителем в этом споре Стал Бангёфер Хотя и с определенными поправками Бангёфер выделил пять типов Экзогенных реакций Которыми мозг может отреагировать На массивную вредность А потом он немножко этот список расширил Добавил те реакции Которые могут быть Продромальный период И в реконволюсценцию Но тем не менее Пять типов реакций по Бангёферу Они остаются такой Азбучной истиной Для всех, кто сталкивается С острым органическим поражением Головного мозга То есть эти реакции Хорошо видят врачи-реаниматологи Эти реакции Видят Те, кто работает с инсультами Эти реакции Видят те, кто работает С тяжелыми острыми интоксикациями И с этими же реакциями Сталкиваются и Например В отделениях реанимации При ковиде Это оглушение Это делирий Это аменция Это сумеречное помрачение сознания Это возбуждение Преимущественно эпилептиформное По картине И это острый галлюциноз Эти реакции Иногда Бангёфер Еще описывал позже Что возможны Маниакальные возбуждения Кататоноформные расстройства Депрессия И так далее Но вот эти пять реакций По Бангёферу Исходно описаны Это то Что мы видим В клинике При остром поражении Головного мозга И мы их сейчас видим И в ковидных стационарах тоже Что этому предшествует Предшествует этому Астенический синдром На выходе мы получаем Церебростенический синдром Или Корсаковский синдром Если пациенту сильно не повезло Что в итоге В итоге, к сожалению Через какое-то время Пациент приходит К психоорганическому синдрому Который складывается Из снижения памяти Ослабления интеллекта И эмоциональной лабильности Варианты психоорганического синдрома Которые приведены на этом слайде Это классические варианты Астенический, эксплозивный Эйфорический, апатический Это на самом деле Не столько варианты Сколько степень тяжести Психоорганического синдрома То есть в самом легком случае То есть он будет всегда При поражении головного мозга Психоорганический синдром Мы видим всегда Вопрос степени тяжести В хорошем варианте Если пациенту повезло Дело ограничивается Астеническим или Церебростеническим синдромом Мы чуть позже Про него немножечко вспомним Если ему не повезло К этому церебростени Добавляется эксплозивность То есть человек становится Раздражительный, вспыльчивый До этого спокойный Уравновешенный человек Может вспылить Накричать на близких Иногда дело доходит до рукоприкладства И все недоумевают Что же произошло Почему это происходит Эйфорический вариант Еще более худшая картина Здесь, как правило, выраженно Начинает снижаться интеллект И человек уже не контролирует Свое поведение Раздражительность уходит Он всем доволен Такая блаженная улыбка И ничего не волнует Ничего плохого нет И критики тоже нет Ну и ампатический вариант Это уже глубокая деменция Корсаковский синдром Который как раз В основном и составляется Содержание глубоких нарушений памяти При тяжелом психоорганическом синдроме Это амнезия на текущие события Или фиксационная амнезия Другие виды амнезии Конфабуляции То есть сложные воспоминания И пациент считает Что сегодня утром Он, например, был на совещании В министерстве Когда на самом деле Он находился в больнице И амнистическая дезориентировка Потому что Если он на совещании В министерстве То откуда вокруг люди В белых халатах Развитие психоорганического синдрома И его тяжелые формы Приводят, к сожалению, к органической деменции И это опять-таки то Что мы сейчас достаточно часто видим У больных, перенесших ковид Особенно у больных в возрасте У которых ковид наложился На и так существующие Атрофические уже заболевания Или сосудистые нарушения И у которых начинает резко прогрессировать Начальная стадия деменции Здесь поражение головного мозга И деменция может быть парциальной Или тотальной в тяжелых случаях При парциальной деменции У таких больных будет Сохранение ядра личности Но при этом То есть человек останется В принципе таким, каким он был Но отдельные его черты Которые и раньше коррегировались Высоким интеллектом Они будут окарикатуриваться И он становится все больше и больше Похож на карикатуру На самого себя Ну то есть если он, скажем, был бережливый Он становится очень скупой А если он был достаточно требовательный К окружающим То эта требовательность возрастает До невыносимых размеров И так далее При этом добавляется обычно Эмоциональная лабильность Вспомним триада Вальтера Бюэля С предшествующего слайда Недержание аффекта Слезливость и так далее Но и при тотальной Органической деменции Все сферы психической деятельности Практически начинают разрушаться И стираться И человек доходит до психического маразма Если же нашим больным повезло И поражение головного мозга Было не тяжелым Не возникло инсульта Или инфаркта мозга Из-за болей Не возникло грубого поражения А дело ограничивалось Только какими-то Небольшими участками воспаления То практически все помнят Что выход из ковида Идет через достаточно тяжелый Астенический синдром На самой части Синдром медицины Который мы видим И при этом Это не чистый астенический синдром А это именно Церебростенический синдром Церебростыния То есть повышенная утомляемость Которая всегда присутствует При астеническом синдроме В данном случае Содержит очень большой компонент Именно психической утомляемости Возникает непереносимость Интеллектуальной нагрузки Отчетливо прослеживается Когнитивное снижение Причем даже у молодых совсем больных Ухудшается память И большинство перенесших ковид Даже молодых людей Жалуются, что Несмотря на легкое течение Ну вроде как бы да Даже бессимптомное Например Сразу после ковида И в период ковида невозможно было читать книгу Невозможно было Смотреть кино Голова не работала Вот она повышенная утомляемость И непереносимость Любой интеллектуальной нагрузки Даже самой легкой Эмоциональная мобильность Которая входит в астенический синдром Тоже может быть разной Кто-то становится слезливым И каким-то сентиментальным Кто-то жалуется на то Что настроение скачет Кто-то говорит о том Что стал раздражительным И причем это очень неловко Сначала вспылил Потом чуть не расплакался И вообще как-то все совершенно неприлично ведут Ну и вегетативные нарушения Которые всегда сопровождают Астенический синдром Это нарушение сна Это вообще отдельная тема при ковиде Похоже Головные боли О них неврологи при ковиде Рассказывают много И они чуть ли не у 80% переболевших В разной степени Колебания давления Потливость Колебания температуры И так далее То есть любые виды Вегетативной дезрегуляции Что касается нарушений сна при ковиде Здесь вообще тема очень-очень интересная То есть есть несколько больших Уже сейчас метаанализов И ну лангитудинальные исследования Как вы понимаете Не очень лангитудинальные Потому что Время не прошло всего ничего Но тем не менее Значит в общей популяции Распространено сейчас нарушение сна В период пандемии около 18% А вот у пациентов с ковид-19 Перенесших ковид Или болеющих ковидом Нарушения сна Наблюдаются у 57% Причем во всех этих группах Это идет прямая ассоциация Нарушений сна, тревоги и депрессии То есть это некое состояние Имеющее общий корень Мнение исследователей о том Если что первично, что вторично Как всегда делятся пополам То есть неврологи и сомнологи Считают, что здесь возможно Первичное нарушение сна А в результате этих нарушений сна Развивается тревога и депрессия Психиатры, как всегда, считают Что первичная тревога и депрессия А вследствие нее могут развиться Нарушения сна Но как бы там ни было Процент таких больных очень велик Напомню еще раз, что Нарушения сна почти всегда Ассоциированы у них с тревогой и депрессией И с ними надо что-то делать Да, конечно, наверное, лучше всего Отправить к врачу-психиатру, если он есть Но почему-то в большинстве случаев Специалисты предпочитают Справляться с нарушениями сна Самостоятельно И здесь возникает очень большая проблема Вот где-то не мой слайд Это слайд коллеги Взятый из его презентации С его разрешения Но слайд очень хороший И вот смотрите Что чаще всего выписывают пациентам С нарушением сна Выписывают бензодиазепиновые транквилизаторы Это самое частое, что применяется Что мы получаем в итоге Да, безусловно, действие быстрое Да, массивное, противотревожное и седативное действие Но, не говоря уже о том, что выписывать их сейчас надо на учетном рецепте Что жизнь усложняет нам всем Риск развития зависимости очень высокий Причем быстрый Толерантность возникает тоже очень быстро Ну, а главное и самое худшее Все бензодиазепиновые транквилизаторы Негативно влияют на структуру сна В том числе на ремфазы сна И очень негативно влияют на когнитивные функции И мы получаем очень опасную ситуацию Когда у пациентов с тревогой, депрессией, нарушением сна Обратившихся в поликлинику по этому поводу После перенесенного ковида Им просто берут и выписывают по старинке По привычке феназепан, например И мы получаем, что когнитивные функции Которые и так пострадали из-за ковида Еще больше угнетаются под действием Бензодиазепинового транквилизатора Не говоря уже о том, что Никакого лечения, по сути дела Наш пациент не получает в данном случае Дальше Дальше у нас такая группа Всем хорошо известная Как Z-снотворные Запеклоны, золпидемы и так далее Хорошие препараты с выраженным снотворным действием В течение дня больные не будут Как после транквилизатора Входить оглушенные и сонные Но помимо того, что Выписываются они тоже на учетном планке И это ладно еще Никто из этих препаратов Не обладает противотревожным эффектом А есть такая интересная закономерность Для снотворных Что в тех случаях, когда инсомния Ассоциирована с тревогой Препараты, не имеющие Противотревожного действия Оказываются практически неэффективными Соответственно, вы даете Z-препарат Пациент 2-3 дня более-менее спит Хотя спит тревожно С пробуждениями После чего препарат Просто перестает нормально действовать Это будет характерно И для Z-снотворных И для антигистаминных И для мелатонинергических препаратов Они малоэффективны все при тревоге Мелатонинергические препараты Которые часто рекомендуют Тоже врачи общей практики Это мелоксен и так далее В принципе, хорошие препараты В том плане, что от них вроде бы Не описано пока что Зависимость и седация Они не влияют на рем-фазы Они нормализуют на самом деле Нормальный фазовый состав сна Но они не столько обладают Снотворным действием Сколько именно нормализуют Фазовый состав сна Когда у человека нарушение сна Из-за того, что у него истощено ДПО меланина, например То это работает прекрасно Когда нарушение сна Из-за тревоги Ничего не работает Антигистаминные препараты Тоже периодически используют Ситуация, в общем, с ними достаточно бесполезная Потому что они практически не обладают Противотревожным действием Они обладают сильным седативным действием Вы получите оглушенного пациента Ну и, наконец, то, что любят психиатры Психиатры любят часто использовать Для нарушения сна антипсихотики В малых дозах На самом деле это зачастую Оказывается достаточно безопасным Для тех, кто хорошо разбирается В антипсихотиках И четко понимает Причину и структуру инсомнии У данного конкретного пациента То есть назначать антипсихотики Врачам общей практики Я бы не советовала Ну и, наконец, последнее, чего здесь нет Ну, то, что тоже периодически используется Это использование антидепрессантов В качестве препаратов При нарушениях сна Ну, довольно популярная тактика В ряде специалистов Ну, например, тот же амитриптилин назначается Тактика крайне порочная Да, они не вызывают зависимости Они вызывают достаточно сильный Противотревожный Обладают эффектом И дают достаточно хорошую сегнацию Но, во-первых, фазовый состав сна Они портят точно так же Как бензодиазепиновые трюквилизаторы Во-вторых, все эти препараты Обладают большим количеством Самых разных побочных эффектов Особенно в комбинациях с другими препаратами И эти побочные эффекты и комбинации Должны учитываться Ну и, в общем, направлены они На совершенно другие вещи Поэтому это плохая тактика Лечить именно нарушения сна То есть, когда мы лечим нарушения сна Нужно смотреть структуру этих нарушений И понимать, для чего и что мы даем Это то, что касалось органического поражения Головного мозга при ковиде Это как бы одна группа расстройств Вторая группа расстройств Которую мы имеем при ковиде Это то, собственно говоря О чем я уже говорила летом Это ковид-19 как психотравмирующий фактор То есть, это психогенные нарушения Понятное дело, что это и прямая угроза жизни Это проторгированность психотравмирующей ситуации Причем такая проторгированность О которой в 20-м году мы даже думать боялись Но, к сожалению, худшие прогнозы Здесь стали сбываться Это резкое изменение привычного образа жизни И это касается как психотравма всех Как переболевших ковид Которые, собственно говоря Еще и испытали все прелести реакции личности на болезнь Как у находившихся в самоизоляции Пострадавших и от финансово-экономических последствий ковида И от опасений за здоровье свое и близких Так и у медиков, на которых в период ковид Лег груз ответственности за происходящее Переработки, страх заразиться, страх заболеть и так далее Ну, про медиков чуть-чуть позже мы скажем И в результате Вот все эти психотравмирующие факторы Они ложатся на определенные особенности почвы То есть на темперамент и характер человека На наличие у него резидуально-органической недостаточности Она есть у большинства из нас На возраст и возрастные его особенности Если это подростки, это могут быть возрастные кризы Если это взрослые, то это другие возрастные особенности тоже Ну и наконец на особенности такие личности, как инфантилизм этой личности Ко всему этому добавляются макросоциальные факторы То есть это недоверие обществу к врачам и к медицине Которое сейчас после первого всплеска благодарности Начинает выходить на новый виток И мы опять оказываемся виноватыми во всем Это недоверие к информации официальной Которое сопровождается огромным количеством информационного шума Из СМИ И для обычного человека разобраться Кто кого обманывает, становится уже крайне сложно И это отсутствие надежды на социальную поддержку Неустойчивое экономическое положение В общем, в результате мы получаем Огромную массу психотравмирующих факторов Которые ложатся на хорошо подготовленную почву И это вызывает развитие дополнительных психогенных расстройств Критерии позволю опять-таки себе напомнить Что они возникают после психотравмы После разрешения ситуации исчезают А вот это вот не всегда И вытекают из травматической ситуации В чем они проявляются? Проявляются они в целом комплексе нарушений Которые зачастую очень сложно отграничить От экзогенно-органических нарушений Возникающих при ковиде То есть это могут быть психосоматические всевозможные расстройства И конверсионные расстройства И мы это достаточно часто видим Ну, например, у больных Перенесших даже не тяжелую ковид-пневмонию Они периодически обращаются потом С затруднением дыхания Причем, ну, органически ничего не находят Легкие уже чистые Никаких сложностей с дыханием быть не должно А человек при малейшей физической нагрузке Совершенно необоснованно С соматической точки зрения Начинает задыхаться Поведенческие нарушения Это вообще очень характерно Реакция на стресс у большинства людей В том числе вообще-то здоровых людей Это всевозможные поведенческие реакции От злоупотребления всем, чем можно До агрессивного поведения и девиантного поведения Здесь у всех будет по-разному В зависимости от характера Эмоциональные нарушения Колебания настроения Депрессия, тревога, раздражение Когнитивные нарушения Всевозможные формы тревожных расстройств О них мы чуть-чуть скажем И непродуктивность когнитивная Опять же, которую крайне сложно Разграничить с экзогено-органическим поражением Головного мозга и непродуктивностью органической Все эти расстройства Они в МКП-10 Которая еще пока не сменилась на 11 Входят в рубрику F40 Как правило, органическая часть расстройств не ставится И больные попадают Никуда не попадают чаще всего Значит, если в МКП-10 Это была рубрика F40 То в отечественной традиции Это три группы расстройств Это аффективно-шоковые реакции Это реактивные психозы И неврозы всевозможные Ну, про эффективно-шоковые реакции Я говорить не буду А про неврозы Напомню, что Самый основной невроз Это тот невроз, которым страдают Большая часть медиков Это астенический невроз С раздражительностью и возбудимостью На первой стадии Попытками успеть все-все-все-все-все И даже больше, чем возможно Особенно, если человек работает на нескольких работах На второй стадии К раздражительности добавляется истощаемость С попытками уснуть Уткнувшись головой в компьютер И на третьей стадии Это истощение Когда человек за все хватается Ничего не успевает Чувствует себя полностью несостоятельным У него возникает вегетативная Куча вегетативных расстройств Эмоциональная лоббильность С недержанием аффекта И, как правило, на этой стадии Периодически они наконец начинают Искать специалистов И спрашивать, что им делать Истерические расстройства Которые мы очень часто сейчас видим На фоне ковида Это как психосоматические Соматоформные расстройства Так и поиски вторичной выгоды Болезненных расстройств То есть зачем это нужно Собственно говоря, это я показывала Все в прошлый раз То есть это конверсия Переработка негативных эмоций Во всевозможные Соматические нарушения Сейчас, когда хорошо описывается В прессе везде ковид То периодически к нам приходят больные С истерическими расстройствами Полностью имитирующими Всевозможную симптоматику При ковиде Во всяком случае Истерическую потерю обоняния Я уже несколько раз видела Ну, истерия, диссоциация Бывает гораздо реже Но действительно бывают больные Настолько успешно вытесняющие Психотравму Что, скажем, у меня было уже Несколько больных Которые ничего не помнят О своем пребывании в реанимации Просто вообще Может и не надо Неброс навязчивых состояний То, что сейчас называется Фобическими расстройствами ОКР Генерализованным тревожным расстройством Паническим расстройством И так далее Важно то, что в основе Всех этих расстройств Лежит очень высокий уровень тревоги Тревожный или тревожно-депрессивный синдром И на этом фоне Начинают возникать всевозможные навязчивости Самые разные Начиная от навязчивого счета И навязчивого Вспоминания иностранных слов И кончая различными фобиями В том числе коронофобией Ритуалами Например, ношением маски Определенным образом обработки рук Изоляцией Особенно тщательной Ну и паническое расстройство Приступы паники Сейчас сопровождаются почти всегда нарушениями дыхания Депрессивный невроз Это то, что сейчас ушло в рубрику Депрессивного расстройства Важно то, что когда депрессия возникает На фоне именно психотравмирующей ситуации А не из-за каких-то внутренних факторов То эта депрессия всегда сопровождается Фиксацией на психотравмирующем событии То есть человек не может выбросить это событие из головы И все его когнитивные ресурсы Они отвлечены на обдумывание этого события И мысли о том, как его можно бы избежать Можно сейчас избежать Или можно было бы избежать Или если произошло трагическое событие Что он не сделал Каким образом еще он мог бы Например, спасти своего близкого человека Раньше вызвать скорую Заставить поликлинику госпитализировать Своего близкого человека И так далее Вообще, как мы видели Тревога и депрессия Это стали почти составными частями Ковида-19 Причем как для людей, которые его пережили Так и для всего остального населения И когда мы диагностируем тревогу и депрессию Когда мы диагностируем в особенности депрессию Не стоит забывать, что мы можем говорить о депрессии Только если присутствует триада ясперса То есть у больного должно быть сниженное настроение В любых формах Это может быть как жалобы на снижение настроения Так и жалобы на утрату интереса к жизни То есть на отъедание Это может быть чувство безысходности Чувство отчаяния Чувство отсутствия смысла жизни Нежелание жить О чем я чуть-чуть дальше скажу Это нарушение мышления Которое может быть или замедлением мышления Или чувством собственной интеллектуальной несостоятельности И это заторможенность двигательная Которое при тревоге исчезает И сменяется на оборот На двигательное возбуждение Ну это собственно критерий По МКБ-10 для депрессии Обратите внимание Что они должны продолжаться Не менее двух недель И основные симптомы Это опять-таки то же самое Это либо депрессивное настроение Либо потеря удовольствия от жизни Ну и то, что мне бы хотелось еще сказать Уже, наверное, ближе к завершению нашего разговора Это та проблема С которой не справится ни психиатрия, ни кто Без помощи других специалистов Это суицидальное поведение наших больных Суицидальное поведение Которое сейчас на фоне COVID-19 Начало расти Вообще при любых катастрофах При любых войнах, землетрясениях, эпидемиях На время острой ситуации Как правило уровень самоубийств снижается И начинает повышаться После разрешения этой ситуации Проблема в том, что наша ситуация Она застряла Застряла в такой подострой фазе Которая неизвестно сколько продлится И на этом фоне Психические расстройства Они начали усугубляться И начало усугубляться И суицидальное поведение Существует статистика Согласно которой До 75% людей Совершивших самоубийство Перед суицидальной попыткой Посетили врача общего профиля То есть любого соматического специалиста И как правило На их психические проблемы Внимание обращено не было Как правило Даже те специалисты Которые замечают Эмоциональное неблагополучие пациента О самоубийстве Его никогда не спрашивают Мы еще в 2020 году Провели небольшое исследование По большей части В него входили врачи-педиатры О том Спрашивают ли они Своих больных О самоубийстве И о суицидальных мыслях Ну в общем Такой итоговый ответ У большинства Был что мы с вами В институте Таких тем не проходили Ну что действительно так К сожалению Соответственно Вот по результатам Этого опроса Получилось что 97% врачей Эмоциональный статус пациента Оценивали Так или иначе Причем Приводились самые разные способы Тесты практически никто не использовал Оценивали внешний вид Голос Спрашивали о настроении Спрашивали родственников Если это был ребенок И замечали следы самоповреждений Соответственно Сообщали об этом родителей Но Заметив все это Только 36% Хоть как-то Начинали Узнавать Аккуратно Осторожно О суицидальных мыслях Причем Расспрашивали Большинство Родителей Если это речь шла О подростках Ну К сожалению Родители обычно Во всем узнают В последнюю очередь И только 20 примерно Процентов Задавали прямые вопросы Когда мы начали Спрашивать Почему Не задаются Прямые вопросы Вернее Почему вообще Не узнают О суициде О суицидальных мыслях Основные ответы Были вот примерно Такие То есть Часть специалистов Говорила напрямую Что это не их компетенция Кто-то сказал о том Что это неэтично Но большая часть Говорила о том Что они не знают Как об этом спросить И они боятся Такими вопросами Спровоцировать Самоубийство Вот это было У подавляющего Большинства специалистов Ну Естественно Отсутствие Времени На приеме Безусловно Тоже Упоминалось Всегда Куда Отправляют Да 70% К психологу 51% Готов Отправить Врачу Психиатру Если Этот врач Психиатр Им известен Они знают Конкретно Кому отправить То есть Адресно Хорошо знаком Специалисту Отправить Не боятся Уже радуют Можно или нет Спрашивать Больного Напрямую О самоубийстве Мировая Вся статистика Говорит Что можно Есть большие Исследования Которые проводились В Англии В Штатах В других Европейских Странах В американском Исследовании Участвовало Больше 2000 Респондентов И Оценка Состояния Людей До Опроса И после Опроса Показала Что Прямые Вопросы Да В деликатной Форме Заданные Но Тем не менее Прямые Они Не приводили К усилению Суицидальных Мыслей А более того У тех людей Которые уже Думали о самоубийстве Эти вопросы Наоборот Вызывали Определенное Облегчение Потому что Кто-то Наконец Им занялся Кто-то Наконец Начал Решать Его Проблемы Можно Можно Спрашивать О самоубийстве В деликатном Форме В беседе Да Можно Можно Использовать Опросники Но большинство Из них Не дает Какого-то Достоверного Результата В оценке Суицидального Риска Есть совсем Коротенькие Шкалы Одну из них Я привожу Здесь на рисунке Это Мини Такая Стандартная Суицидальная Шкала Но Как вы Видите В принципе Здесь Опять-таки Все укладывается В стандартную Схему Для суицида Мысли Намерения Действия Если Человек Говорит О действиях О попытках Самоубийства Ему Надо Срочно Не очень Высокий Суицидальный Риск Его надо Срочно Отправлять Лучше Всего В больницу Если Он говорит О намерениях То к специалисту К психиатру Если О мыслях То можно Подумать О психологе Не только О психиатре Но Тем не менее Такая Оценка На Таком Первичном Звене На первичном Этапе Она крайне Важна Поскольку С врачами Соматического Профиля Люди Сталкиваются Намного Чаще Чем С психиатрами Которыми Часто Попадают К постфактум Уже После совершения Суицидальной Попытки Ну и последние Несколько слайдов ПТСР Да Это Тонозология Которая к нам Пришла С МКБ-10 Посттравматическое Стрессовое Расстройство У переболевших Еще раз Подчеркну Что Не у Прочитавших Не увидевших По телевизору Не у тех У кого Переболели Родственники А именно У тех Чьи Жизни Нездоровью Была Непосредственная Большая Угроза То есть Просто Сидевших Без Симптом На Дом Вряд Ли И ПТСР В принципе Это Конгломерат Органического Поражения Головного Мозга В результате Перенесенного Чего-то Все равно Чего И Стрессовые Реакции Той Самой Которой Мы уже Говорили То есть Это Непроизвольно Рецидивирующие Воспоминания Флэшбеки Когда вспыхивает Воспоминания О перенесенной Травме Это Избегание Ситуации Связанной С травмой Это Повышенная Возбудимость Гневом Раздражительностью Агрессией Нарушения Несна И так далее И Это Когнитивные Эмоциональные Нарушения То есть Та же Тревога Депрессия Нарушение Концентрации Внимания Деперсонализация То есть Как вы видите Это в принципе Все о чем я говорила Только собранное Вместе В более тяжелой форме Такая Собирательная Единица Которая Стала Нозологией Ну просто Потому что Такие больные Есть И с ними Надо что-то Делать У медицинских Работников Речь идет Не совсем О ПТСР Как сейчас Пытаются Говорить А скорее О моральной Травме Это понятие Которое Было Введено Для людей Которые Не сами Попали В ситуацию Острой Психотравмы А попали Скорее В ситуацию Тяжелого Морального Выбора Тяжелой Моральной Дилеммы Ну грубо говоря Решение Кому жить Кому умирать Моральную Травму Описывают У военных Особенно Побывавших На театре Военных Действий Моральную Травму Описывают У медицинских Работников Столкнувших Столкнувшихся С ситуацией Что не все Пациенты С которыми Они работают Выживают То есть Речь идет О медиках В первую очередь Работающих С тяжелым Ковидом В ковид Центрах И здесь С одной стороны Речь идет О ПТСР Безусловно Но с другой стороны Еще о тяжелом Внутреннем конфликте Для разрешения Которого Нужна часто Помощь специалистов И здесь Конечно Это не психиатры А в первую очередь Кризисные психологи Но вот Маленькая статистика Что в 20-м году Симптомы депрессии Были выявлены У половины Тревоги У почти половины Медицинских Работников Здесь речь идет Не только о врачах Но и о медсестрах И всех остальных Медработниках На вопросы Сейчас отвечу На те вопросы Чем объясняется Стойкое отрицание Заболевания ковидом Которое наблюдается У многих заболевших Как убедить Необходимости раннего Правильного лечения Чем объясняется Стойкое отрицание Ну во-первых В первую очередь Страхом Потому что Для того Чтобы признать Существование Любой проблемы Требуется определенное Мужество И проще Естественно Избегание Это один из Классических Психологических Приемов Как справиться Со стрессом Если я Проблемы не вижу Значит ее нет Картинка страуса Засунувшего голову В песок Она такая Классическая Картинка А как Убедить В необходимости Раннего Правильного Лечения А это Зависит от Психологического Типа Самого Человека Потому что Если Вы столкнулись Скажем С человеком В характере Которого Много Истерических Чек То Здесь Как раз Можно Не стесняться В объяснениях Не стесняться В гиперболизации Определенной Возможных Последствий И объяснять Как можно Более ярко И наглядно Если Вы столкнулись С человеком С чертами Тревожно-мнительного Характера То здесь Нужно быть Очень аккуратным И осторожным В объяснениях Потому что Он в голове Уже достроит И катастрофизирует Так Как вы Никогда Не сумеете И существует Всегда опасность Что Ну скажем Была в свое время История В одной из Московских больниц Когда Молодому человеку Сделали УЗИ печени Увидели На УЗИ Объемное образование И сказали Врач Утразвуковой диагностики Из лучших побуждений Объяснил ему Что это Объемное образование Это наверное Онкологическое заболевание Ему надо срочно Бежать К онкологу Иначе Вот он может Умереть И так далее И так далее Молодой человек Вышел От специалиста И выбросился В окно С летальным исходом На вскрытии Оказалось Киста То есть Он уже В голове Достроил Рак Четвертой стадии С метастазами И со всеми последствиями Поэтому Да Убеждать Да Разговаривать Оценивая Характер человека Лекарственное лечение Астенического синдрома Я вас огорчу Что помимо Лекарственного лечения Астенического синдрома А оно здесь необходимо Здесь еще очень сильно Необходима Нормализация Режима Жизнедеятельности Сна и отдыха Если это не сделать То никакое Лекарственное лечение Не поможет А что касается Лекарственного лечения То в первую очередь Необходимо Обеспечить Нормальный сон Если речь И тут надо Смолить Генез астении Если это астения Из-за переутомления То есть Тревоги у человека Нет А у него Есть вялость Слабость Утомляемость Раздражительность И так далее То обеспечить Нормальный сон Можно Чем угодно Включая З-препарат Если это Церебростенический Синдром И на первый план У нас выходят Именно поражения Головного мозга То здесь Можно и нужно Обеспечивать Нормализацию сна Но лучше это делать Вместе с неврологом А в ряде случаев С психиатром Потому что надо Смотреть структуру Церебростенического Синдрома Чего там больше Тревоги Апатии Угнетение Когнитивных функций И так далее В зависимости от этого Подбирать препарат Это первое Второе Это вместе с неврологами Подбирать сосудистую терапию Если нужно Там противовоспалительную И так далее Это уже неврологи Подбирают А терапию Тревожно-депрессивной Составляющей Уже на этом фоне Опять-таки В зависимости от того Что преобладает У таких больных Как правило Плохо идут Большая часть Традиционных Препаратов Психиатрических Здесь нужно Очень аккуратно Подбирать Так Учитывая Четыре Воспаления Может быть Поискать препараты Уменьшающие Воспаление Да Есть эта идея В том числе Сейчас очень много Публикаций О потрясающем Эффекте От препарата Феварин Флобоксамин Для лечения COVID-19 Это Если кто-то не знает Это антидепрессант Ингибитор Селективного Захвата Серотонина С достаточно выраженным Седативным эффектом Применяется В психиатрии Он для лечения Депрессии Средней такой Тяжести С тревогой И для лечения Обсессивно-компульсивного Расстройства Но вот сейчас Огромное количество В том числе Западных публикаций О том, что он Практически волшебное действие Оказывает в том числе На воспаление При ковиде Но Я боюсь показаться Циничной Но большое количество Публикаций Отчета лекарств Меня всегда наводит На грустные размышления Поэтому не знаю Насчет эффективности Феварина А вообще Идея лечить воспаление При таких формах Да, она есть И Она считается Очень перспективной Сейчас в психиатрии Вообще Не только в ковиде Так Эффект Иос ЗС В отличие от Амитритилина Ингибиторы Обратного захвата Серотонина Просто препараты Абсолютно другой группы Они В большей степени В отличие от Рецикликов Не имеют Седативного эффекта И например Если вы назначаете Тот же Флуоксетин Прозак Он же Или там Сертролин Залофт То не ждите Прекрасного Прекрасного Сна У них обычно Наоборот Психостимулирующий эффект Их утром пьют Чтобы сон Не нарушился Феварин Может нормализовать Сон Но Учтите Одну простую Штуку Назначение Серотониновых Препаратов Вещи вообще Небезопасны Хотя Они сейчас Считаются Чуть ли не Золотым Стандартом Лечения Депрессии Очень безопасными С минимумом Кардиотоксических Побочных Эффектов Чем Гриша Трициклики Но Эти препараты Очень хорошо Взаимодействуют Со всеми Другими Препаратами С формированием Так называемого Серотонинового Синдрома Или Злокачественного Серотонинового Синдрома Но Вот Не так давно У нас С нашим Вторым медом Любимым вышла Такая вот Книжка Называется Она Экстренная Неотложная Помощь Там в том числе Есть раздел Про психиатрию И мы В ней Расписали Как раз Серотониновый Синдром В том числе Взаимодействуют Они почти Со всем И Учесть Все эти Взаимодействия Это очень Непросто Раз Они могут Вызвать усиление Резкой тревоги Это два Ну и Кучу еще Побочных реакций Начиная От Снижения Резкого Либида Что обычно Не радует Пациентов И до Нарастания Веса То есть Как бы Тоже Небезобидные Препараты Так Если у Пациентов Постковиде Полная Инверсия Сна Поможет Мелоксин Вернуть Нормальный Соточный Ритм В какой Дозе Обычно Нет Мелоксин На полную Инверсию Сна Постковидную Не действует Чаще всего Попробовать Конечно Можно Но Маловероятно Что сработает Трозодон Так Влияние Трозодона Когнитивное Расстройство По-моему Он не влияет Ну Вообще Считается Что Трозодон Как раз Не только Не влияет На когнитивные Расстройства Но боюсь Заниматься Рекламой Но Публикации Есть О том Что наоборот Он Про когнитивный Эффект Оказывает Наоборот Улучшает Когнитивные Функции И Сейчас Его Активно Пытаются Как раз Разработать Ту его Часть Как Когда у Нас Пациенты У которых Одни из Основных Проявлений Депрессии Это наоборот Когнитивное Снижение Не могут Учиться Не могут Работать Из-за этого Как раз Сейчас Пытаются Ввести Для этой Группы Пациентов Трозодон Посмотрим Что получится Пока что Данные Хорошие Ну там Просят Повторить Феварин Да Его Рассылали По Всем Этим Самым Но Коллеги Будьте Осторожны Ну Очень уж Активная Рассылка Нет Нет Это Совершенно Правильное Замечание Как только Начинается Разговор Тем более Если мы Понимаем Патогенетический Механизм Это одно А когда Это просто Препарат Знаете Из рукава Достали Вот он Всем помогает Это совсем Другой Разговор Всем Никогда Ничего Не помогает Да Это правда Так Еще Вопросы Ну У меня Конечно Вопрос Какой Вы Наши Рекомендации Мгноцкие Читали Да Да Потому что Вы как-то Им сильно Противоречите Ну вот Пока то Что мы Видим Противоречие В чем Смотрите Значит В чем Противоречие На сегодняшний день Нет ни одного Достоверного факта Повреждения Вирусом Нервной системы Ни одного Включая Обонятельные луковицы Только что Вышла работа Очень подробная Очень сложная Где показано Что нервная ткань Не поражается В луковице Поражаются Клетки вокруг Но не сама Нервная ткань Никого восходящего Повреждения Нервной ткани Вообще не описано Только что Во-первых Это в рекомендациях Все написано Там полно Ссылок на эти работы Даже за морфологией Нервной ткани Мы следим Очень тщательно Нету повреждения Прямого вирусного Повреждения Это все Это все вторичное Сосудистое Соответственно Вопрос Раз это сосудистое То это тромбоваскулит А тромбоваскулит Это лечение Антикоагулянтами Это первое Что Так Приходит на ум И отсюда Очень хорошие результаты Именно по В том числе По психиатрической Психологической Тематике Конечно мы не очень Все это тщательно Отслеживаем Но Тем не менее Все таки Все нормализуется Еще у меня вопрос Я вам его по-моему Полтора года назад Тоже задавал Это по поводу снов Яркие сны Которые есть У довольно большой части Больных С ковидом С постковидом Они реже встречаются Ну тоже встречаются Такие они Я бы сказал Галлициногенного характера То есть Абсолютное Вовлечение человека В то что происходит И Потом люди С себя не могут Это снять Потому что Они почти уверены В том Что это было наяву Что-то прояснилось Есть по этому поводу Что-то Сейчас расскажу Начну про первое Это Спасибо большое Если это окажется Что это только Сосудистое поражение То нам же легче Всем будет Ничего хорошего Нет Хорошего нету Но это все равно Хоть минус один В данном случае Потому что Сосудистое поражение Да Очевидно Что оно есть И как раз С тромбозами Микротромбозами И всем остальным Да Безусловно Антикоагулянтами Тоже Сама пила пока болела Вот Но Тем не менее Достаточно Много западных работ Все еще есть На Пабмиде Которые Описывают Все же И прямое Поражение Нервной ткани Вот не описывают Посмотрите Внимательно Они очень Как-то Халтурно Ну вот Тем не менее Перевод Ну я Смотрю Все время Ну Важно Минус один Это будет Прекрасно Хотя бы С этим Не придется Иметь Дело Вот У них Очень большое Ну, собственно, синдром, это не синдром как таковой, да, это входит в группу нарушений сна, как беспокойный сон, как сон с обилием тревожных сновидений. И, как правило, у людей, опять же, с тревогой, это все равно есть большое количество тревожных сновидений, это еще и проявление тревоги. Поэтому уйдет тревога, скорее всего, уйдет, восстановится нервная система, уйдут и сновидения. Явно не то, что стоит лечить. Ну, наверное, нет, я не говорю, что это надо лечить, просто это симптом, который мы заметили, и он довольно частый, и в нашем симптом-чекере он как раз присутствует, ну, едва ли определяющий, так же, как и там анасмия, ни то, ни другое ничего не определяет, но, тем не менее, люди достаточно часто на это жалуются и говорят, откуда вы знаете. Кстати, очень интересно, на мелатониновых препаратах есть единственный мелатониновый антидепрессант, это мелатин, вальдоксан. Такой, ну, как антидепрессант, достаточно слабый с нашей точки зрения, но неплохо нормализующий сон, когда речь идет именно о нарушении фазового состава сна, вот с ремфазами, со всем этим. И вот этот препарат, он дает очень большое количество ярких сновидений как раз, сон-то восстанавливается, но сны смотрят крайне увлекательно и очень много, практически нигде тоже не описано, ни в одном из руководствах, но пациенты говорят все об этом просто, ни один, ни два, а постоянно все. Ну, хорошо, значит, я хочу сказать, что у нас в рекомендациях Тритико стоит, как главный препарат, ну, потому что он достаточно доступен. Ну, Тритико, ну, один из антидепрессантов, тоже с кучей своих собственных недостатков. Честно говоря, ну, не сочтитесь за профессиональный снобизм, но я вообще противник назначения антидепрессивной терапии, не психиатрами. Или хотя бы без консультации психиатра, потому что потом мы получаем огромное количество всевозможных сложностей и трудностей, не говоря уже о провоцировании психотических состояний, а это регулярно. Я понимаю, что у нас выборка стационарная и наиболее тяжелая, да, и наиболее неудачная, безусловно так. Вот, но у Тритики есть свои достаточно большие подводные камни, начиная от того же сексуального контекста. Которая для нее характерна. И далеко не всегда она еще и к тому же помогает. Подборка антидепрессантов, штука очень непростая, даже для психиатра, зачастую. Ну, понятно, но направить к психиатру невозможно. Боремся с этим. Ну, хорошо, но мы ничего не можем сделать. Что-то же должны как-то помогать. После валерьянки переходим к Тритику. Не лучший способ. Ну, может быть, но другого нет. Уж лучше тогда бессонницу Тирлидженом лечить, хотя бы безопасно. Чем купировать панические атаки? Опять-таки ответ будет, во-первых, тот же самый. Во-вторых, панические атаки паническим атакам рознь. Панические атаки от чего возникшие? Панические атаки в рамках реакции на стресс у тревожного человека. Вообще купировать ничем медикаментозным не надо, а лучше отправить к когнитивному терапевту. Обойдется, может быть, чуть-чуть дороже, чем покупка лекарственного препарата, но зато научится справляться со своей базовой тревогой на всю жизнь. Гораздо эффективнее, чем на лекарственных препаратах. Панические атаки, возникшие вместе, скажем, на фоне депрессии, а это достаточно часто бывает, начинается с панических атак, дальше трансформируется в тревожно-депрессивное расстройство. Надо лечить антидепрессантами, причем надо комбинировать те же ингибиторы обратного захвата серотонина с препаратами с седативным действием, потому что иначе тревога пациента будет слишком выраженная вначале. И опять же привлекать параллельно психотерапевта или самому заниматься когнитивной поведенческой терапией. То есть очень разный генез. Это же синдром. А фабазол, ну, у кого-то он работает, особенно с истерическим личностным радикалом, так иногда просто прекрасно. Хорошо. Давайте, вы просились вас отпустить пораньше, а сами продолжайте. Ну, люди спрашивают, что за степень мы боремся. Вот. Значит, Аньян, я хочу вас пригласить в рекомендации. Мы наверняка их будем менять через какое-то время. Посмотрите, пожалуйста, еще. Может быть, стоит туда все-таки какой-то раздел добавить, потому что у нас так описательно что-то есть, но не более того. Ну, давайте состыкуемся уже. И с удовольствием, конечно. Потому что мне кажется, что это полезный, в принципе, документ. На сегодняшний день мы знаем, что его уже 90 тысяч человек посмотрело. И, в общем, им пользуются все. И, как бы, хочется его углублять и расширять. Потому что понятно, что мы писали быстро, мы писали свое. Наша была задача, так сказать, внедрить антикоагулянтную, там, глюкокортикостероидную терапию. Все остальное, симптоматические вещи, мы их, как бы, ну, так отложили, да, где-то что-то написали, что могли. А, конечно, вопрос с проявлениями нарушения высшей нервной деятельности, это, конечно, очень важная тема. Важнейшая тема. Тем более, что, я еще раз повторю, очень трудно людей заставить обратиться к психиатру, к психоневрологу. Очень трудно. И прямо вот, я понимаю, что это стигма, но тем не менее. Где посмотреть рекомендации, сейчас вам выложат ссылку, рекомендации МГНОТ. Они доступны в открытом доступе. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Было очень интересно, как всегда вас слушают. Тем более, что мы все немножко в этом плохо понимаем, мягко говоря, да. Но, с другой стороны, что-то же нам приходится с больными делать, и это, в общем, лучше делать лучше, чем не делать ничего или делать плохо. Спасибо вам большое.